Доброе утро! Утро ТВ в эфире. Пора просыпаться. Ну и продолжим такую тему искусства. Всегда приятно, знаете ли, когда ты не просто вот статист, да, наблюдаешь искусство, а когда находишься в эпицентре, буквально там, где это искусство возникает. Ну, не совсем творишь, а хотя бы вот совсем близко что-то такое наклевывается. И недавно, в общем-то, наклюнулось. Гимн Свердловской областной клинической и психиатрической больницы стал буквально хитом российским и прозвучал даже на некоторых телеканалах федеральных. И у нас в гостях один из авторов этого гимна, главный психотерапевт Свердловской клинической, вернее, областной клинической и психиатрической больницы Михаил Григорьевич Перцель. Доброе утро, Михаил Григорьевич. Доброе утро. И я предлагаю сейчас зрителям посмотреть небольшой фрагмент, потому что, может быть, кто-то не слышал выступления на Первом канале, на Федеральном канале. Так что смотрим фрагмент. Ты помнишь славный день, когда Открыла дверь перед тобою СОК ПБ, чтобы навсегда Стать и надеждой, и судьбою Пройдя сквозь строй суровых дней Года застоя Перестройку Здоровья в душах У людей больница охраняла Стойка Пусть год пройдет Или много лет В любви к работе Время мчится Мы дали верности Обет В психиатрической Больнице Идет ли дождь Вечет ли зной Или метель В окно сгущится Крепим мы славу Областной В психиатрической Больнице Ну, Михаил Григорьевич, ни для кого не секрет, что прожектор Пэрис Хилтон, вот эта программа, она отличается такой ироничной подачей любого материала, сарказмом иногда неуместным, ну, всяко бывает. Как вы отнеслись к тому, что гимн прозвучал именно в ней? Ну, на мой взгляд, прозвучал он достаточно корректно, без каких-то грубостей, ну, то, что к этому придано какое-то чувство юмора, наверное, хорошо, потому что, ну, вот такие вещи, они всегда должны восприниматься немножечко, может быть, с улыбкой, хотя для сотрудников больницы и для меня это все-таки, ну, что-то такое корпоративное, касающееся нашего вот и профессионального долга, и профессиональной этики, ну, и вот того делается. Которому мы служим. А вообще, как идея появилась в создании корпоративного гимна? Давно? Ну, идея появилась достаточно давно, просто вот на какое-то время зрело, и вот к одному из праздников больничных она, наконец-то, вызрела. То есть прямо целенаправленно писали текст. Ну, вообще, вот последняя версия текста, она была посвящена как раз дню молодого специалиста, то есть дню, ну, вот посвящения молодых врачей, психологов, медицинских сестер в профессию. Вот как раз тогда она впервые прозвучала. А коллектив, который сочинял, кто трудился над написанием текста, кто может... Ну, текст писал я, а музыку писал наш уральский композитор Дмитрий Медведев. Просто текст, музыку писал Дмитрий Медведев. Да, отлично. И, ну, все-таки, есть какое-то вот чувство, может быть, что над цветом надругались? Да нет. В общем-то, мне кажется, каждый человек имеет право на какое-то свое восприятие материала. Если кто-то в тексте гимна слышит какой-то подтекст, ну, это, в общем, его какие-то личные предпочтения. На самом деле текст посвящен, в первую очередь, конечно, сотрудникам больницы, и ветеранам, и молодым специалистам, и тому, что в больнице есть своя история, свои большие традиции. Ну, и самое главное, то, что она несет очень такую серьезную, важную и очень нужную миссию для людей. Но это часть корпоративной культуры. Я вот думаю, я вспоминаю свои ощущения, когда я услышал это. Это же очень хорошо, когда в тексте, да, предположим, ну, в любом произведении содержатся не просто какие-то формальные слова, но и, в частности, вот как-то настрой духа без юмора же в этой профессии действительно, мне кажется, нельзя, достаточно сложно. И особенно, если песня посвящалась именно молодым специалистам, которые вот как раз, ну, без, как-то без задора, без азарта, вряд ли человеку в эту тяжелую профессию пойдет. Ну, и на самом деле, вот в нашей профессии, врачей-психиатров, врачей-психотерапевтов, психологов, вот ощущение, ну, вот какого-то оптимизма жизненного, оно просто-напросто... Вам удалось его передать? Да, я просто вот что хотела спросить, уже в стенах больницы исполнялся этот гимн? Ну, да, он уже исполнялся на торжественном мероприятии, ну, в общем-то, я думаю, с сотрудниками он тоже воспринимается положительно. И завершая нашу беседу, к сожалению, эфирное время нас поджимает немножко, хотели бы мы вот какой момент уточнить. Сейчас зрители, которые просыпаются, вот нашим, не могут себя заставить проснуться. Под какую музыку нужно начинать свой день? Вот вы как специалист можете сказать, классическая это должна быть, медленная, быстрая, чтобы день удался? Ну, мне кажется, музыка должна быть такой, которая напоминает человеку о том, какой он, какие у него есть резервы, силы, для чего он живет. Ну, и, наверное, музыка все-таки оптимистическая, которая настраивает на свершение, на какие-то новые победы. Высоцкий, утренняя зарядка. Спасибо огромное, Михаил Григорьевич. Ну, если вы не можете подобрать себе музыку, то вот вам, пожалуйста, пример. Отличный пример. В наше сложное время, по-моему, каждый должен начинать утро с этого гимна. Запросто. Свердловской областной клинической и психиатрической больницей. Сегодня у нас в гостях был автор этого гимна, главный психотерапевт Свердловской области. Вот оно что. Михаил Григорьевич Перцель. Спасибо вам огромное. Ну, а мы продолжаем. И далее у нас по плану гороскоп. Свердловской областной клинической и психотерапевт Свердловской области.